Поддержка программы «Особое мнение» Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надежные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнер на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение на 101FM твердых бытовых отходов в Осенцах. Но на этой неделе к нам приходили активисты, которые пикетировали последние две недели в городе Кирове против строительства полигона. И накануне выходных, я не помню точно, пятницу или субботу, в пятницу, они были на встрече с Максимом Кочетковым и Аллой Албеговой. Максима Кочеткова там не оказалась, просто анонсировалась эта встреча. И я так понимаю, что вы там тоже были. И они высказывали здесь, что они думают по итогам этой встречи, и пересказывать, что они думают, я не стану. Однако эти люди, которые сюда приходили, они вам пеняют, Роман, что до выборов вы были против строительства полигона в Осенцах, а как избрались, так стали за. Ну, я эфир внимательно этот слушал. Не то, чтобы они прям мне пеняли. Если бы их активно не выводили на эту тему, вряд ли они бы мне напеняли. Тем более, что в начале эфира они неоднократно говорили о тех делах, которые мы делали совместно. Значит, для того, чтобы мою позицию понять, можно было сходить на мероприятие, которое в пятницу было, где Максим Николаевич просто не смог там из-за времени присутствовать. Вот я свою позицию там сформулировал четко. Очевидно, что никто не хочет, что вблизи от его дома, пусть на расстоянии даже 10 километров, был размещен объект, полигон по работе с отходами. Я думаю, это всем очевидно. Никто не за. Для того, чтобы эти вопросы снять, была разработана нормативная база федеральная, которая определяет, где можно, где нельзя четко, вне зависимости от места, мнения и прочее, прочее, с учетом побочных эффектов, с учетом санитарно-защитных зон, с учетом ПДК и прочее, прочее. Вот я на встрече активу, с которым, ну, надо отметить, я общаюсь и ВКонтакте со многими из них постоянно, обмениваемся информацией. Я сказал одно. Ребята, вот у нас были вопросы, у меня были вопросы. Значительную часть этих вопросов я снял в ходе для себя, в ходе работы тесной с новым руководством компании САХ, которые, ну, надо отдать должное, идут на встречу охотно, сами приходят на эти мероприятия. Вот там был вопрос, мы его и в этой студии озвучивали, по сортировке. То есть у нас запрещено законом захоронения с нового года будет ряда видов несортированных отходов, то есть надо будет обязательно извлекать бумагу, резину, прочее, прочее. На тот момент и речи не было о никакой сортировке. Сегодня, там вот буквально на прошлой неделе мы общались, компания ищет вариант строительства сортировки. То есть это уже не обсуждается. То есть если будет реализовываться проект Полигон, там обязательно будет сортировка. Иные вопросы. То есть вот задавались вопросы по свалочным газам. Сейчас... Да, мало того, что задавались вопросы по свалочным газам, а именно эти газы переводились как причина повышенной заболеваемости онкологическими заболеваниями. Именно поэтому установлены санитарно-защитные зоны вокруг разных объектов. То есть считается, что активное действие этих газов возможно в рамках санитарно-защитной зоны при нормальной эксплуатации объекта. То есть вопрос был по свалочным газам, был. То есть это неминуемо. Они будут выделяться из тела Полигона. Правда, не на второй год, как говорят, а максимальное выделение будет после окончания эксплуатации Полигона. Значит, что с этим делать? Рассматривается вопрос о внесении изменений в документацию о строительстве станции активной дегазации, которая будет заниматься переработкой, извлечением из тела Полигонов этих газов и переработкой, в том числе, возможно, в энергетику для обслуживания производства. То есть есть ответ на этот вопрос, просто он не услышан почему-то. То есть моя позиция стоит в том, что есть приоритет закона. Если есть законные основания, препятствующие строительству, то они должны быть использованы. Знаете, меня больше всего удивила на этой встрече реплика одного из коллег-активистов. А вот давайте все правительство разом отзовет все разрешения на строительство, возможно, этого объекта. Знаете, я не выдержал, сказал, вы понимаете, что вы сейчас в присутствии прокурора призываете чиновников к совершению уголовно-наказуемого деяния. То есть воспрепятствия на законы, предпринимательской действии. Нельзя отозвать разрешение на строительство просто так, потому что это хочется кому-то. То есть я говорю, ребята, давайте основания, давайте какие-то тезисы, которые мы можем либо учесть совместно, и я могу выступить в качестве модератора этих переговоров для того, чтобы быть услышанным, либо, извините, нет никаких оснований. К сожалению, последние, наверное, полгода диалога-то не получается. Хотя вроде бы мы же просили, чтобы власть шла на диалог с ноября прошлого года, когда состоялись первые две встречи с активом. Вот эта встреча, диалога-то не получается. Новых аргументов пока нет. Я был бы рад их услышать и снимать. Со стороны активистов. Со стороны активистов. Мы помним прекрасно, что процесс начался прошлой весной с обращения в общественную палату и чуть ли не с пленарного заседания, когда туда они пришли с этим вопросом. И надо отдать должное, что власть и прежняя, и нынешняя активно реагирует на эти запросы активистов. Постоянно встречаются, постоянно какие-то есть предложения и в рамках работы администрации областной, и в рамках общественной палаты. Но, как вы справедливо заметили, почему-то ничего не меняется. Кроме того, сегодня употребили следующую фразу. Их активно выводят. Их активно выводили, например, на тему того, что вы изменили свою позицию. Вы, Роман Титов, изменили свою позицию. Так вот, мне интересно, поясните, что значит активно выводят на ту или иную тему? Могу предположить, что есть силы, сложно их назвать, которые пытаются управлять протестной ситуацией в своих интересах. Я сразу скажу, я свою позицию никогда не менял. И в этой студии неоднократно говорил, что если есть законные основания строить, то нужно строить. Если этих законных оснований нет, то строить нельзя. Писались письма. Вот я не стал, хотел ради интереса просто принести на камеру, показать объем переписки документов, которые есть. Кстати, документы открыты. Я лично сам в этом же ВКонтакте. Документацию, которая у меня была на руках, это сотни страниц отсканированных. Я выкладывал, я передавал активистам. Это сейчас комментарий к заявлению активистов, что они добыли какими-то путями, я так понимаю, материалы, как будто бы они вскрываются. Они на самом деле в открытом доступе лежат? Я вам открою большой секрет. Вот сейчас ни о какой концессии, конечно, речи нет. Вообще сама концессия, которая была, действовала до марта этого года, соглашение концессионное между инвесторами и правительственной области, это предмет вообще-то торгов. И вся эта документация есть на сайте государственных закупок. Собственно говоря, откуда я ее без всяких трудов извлек? То есть вопрос просто в поиске. Так какие же силы могут сейчас использовать протестное движение в отношении осенцев? Знаете, мне хотелось бы по-другому сказать. Мне хочется, чтобы активисты, которые реально переживают, они реально пытаются понять и воздействуют на ситуацию, чтобы они не были заложниками ничьих политических интересов. Это закроет возможности на будущее. Вот вдруг гипотетически будет строительство этого объекта. Но мы отдельно поговорим о том, что реально на сегодняшний день препятствуют. Чуть позже я скажу. А препятствия такие, что, чтобы снять их, это нужно решение на федеральном уровне принимать. Вот это закроет пути к дальнейшему общественному контролю строительства, реализации этого проекта возможного. Я на последних слушаниях привел пример. Ведь аналогичная ситуация была в Оречевском и Котельническом районах при начале строительства объекта по уничтожению химического оружия в Мородыково. Была целая лига борьбы за химическую безопасность. Кстати, эта лига закончила свою деятельность сильно задолго до окончания деятельности объекта по уничтожению химического оружия. Точно так же были протесты, точно так же были митинги. И тогда Тамара Яковлевна Ашихмина, которая была у вас в эфире. Да, и она, кстати, возглавляла проведение экологической экспертизы, в том числе и по ТБО в Осенцах и в Мородыково. Да, и сделали настолько прозрачную систему мониторинга общественного, что все вопросы были сняты. Но была определенная процедура, грубо говоря, торга между общественностью и инвестором правительственного строительства этого полигона объекта по уничтожению химического оружия в Мородыково. И благодаря этому торгу, в кавычках, район получил дома, инфраструктуру, отдельные. Но эту историю ведь тоже предлагали активистам и жителям? Тоже ведь начинали говорить о том, что может быть вам вот это, вот это, вот это? Это должен быть серьезный диалог, но для этого диалога должна быть готовность... То есть предметно не предлагали ничего? Насколько я знаю, предметно ни одна, ни другая стороны не выходили на эту тему. То есть это прозвучало... Хотя о ней говорят уже почти год, что это нужно сделать. Конечно. То есть идея эта была озвучена, насколько я помню, на общественной палате на одном из слушаний не так давно. Она была повторена не так давно, а вообще-то давненько об этом говорили. Да, судя по реакции в социальных сетях, это было воспринято, от нас хотят откупиться 500 рублями. То есть дословно практически. И дальше не пошли никто, ни правительство, ни муниципалитеты, не составили программу, не проработали с жителями. Пока нет. Пока, к сожалению, нет. А дело в том, что сама система работы с ТБО, опять же в этой студии мы говорили, она в регионе формируется, идет передача полномочий. То есть пока субъект диалога со стороны правительства отсутствует. На самом деле хорошо, что Максим Николаевич взял на себя роль инициатора вот этой последней встречи, вышел на вы, грубо говоря. Хотя на сегодняшний момент у куриру моим Министерства экологии существенная часть полномочий по формированию схемы обращения с отходами она передана в Министерство строительства и ЖКХ. Только на настоящий момент пока соответствующие изменения в положении Министерства еще не приняты. То есть должен появиться субъект. Мы об этом, кстати, говорили на встрече активистов УНФ с губернатором в июле. Отдадим должное, после этой встречи процессы начали резко двигаться. То есть резко просто. И на сегодняшний момент там и дорожные карты готовятся, и необходимая документация, нормативка. Но на сегодняшний день субъект отсутствует. Это тема ЖКХ в чистом виде. Она экология только в плане надзора, а в плане строительства и эксплуатации это строительство и жилищно-коммунальных хозяйств. Мы сейчас приверемся буквально на полминуты. Напоминаю, что вы слышите особое мнение заместителя председателя областного законодательного собрания Романа Титова. Особое мнение на 101FM. Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько. Особое мнение сегодня высказывает Роман Титов, заместитель председателя ОЗС Кировской области, член регионального штаба ОНФ. Мы продолжаем разговор о полигоне твердых бытовых отходов в Осенцах. И пока мы тут беседовали, я насчитала несколько признаков того, что процесс не просто застопорился, он может не пойти. В частности, жители, активисты не хотят слышать ответов, которые им дают специалисты. То есть они задают вопросы, есть ответы специалистов, но услышать их не хотят. Далее. Тамара Яковлевна Ашихмина, которую вы уже упоминали, член общественной палаты и член экологической экспертизы. Она возглавляет экологическую экспертизу, в том числе и по этому проекту. Она у нас в эфире заявила, что должно быть принято правительством окончательное решение о строительстве. То есть принято политическое решение. Поправлю, правительство не может принять такого решения. Сейчас вы меня поправите во всем абсолютно. Значит, воля должна быть проявлена, решение принято, строительство должно быть начато. А вы упоминали до перерыва, что есть реальные препятствия, которые могут быть решены только на федеральном уровне. И у меня почему-то складывается ощущение, что именно эти препятствия могут вообще окончательно поставить крест на любом строительстве, любого полигона в нашем регионе. На территории практически любого субъекта Российской Федерации. Что это за препятствия? Смотрите, ситуация какая. Мы знаем, что приняты серьезные изменения энное время назад в закон об отходе производства и потребления, который регулирует вот эту вот новую отрасль, вот эти вот рекоператоры, там иное, иное, иное. И одно из понятий, которое вводит, ввел новый закон, это необходимость так называемой платы за негативное воздействие на окружающую среду. Вот по логике закона, если читать буквально, плата эта должна платиться операторами, региональными операторами с момента, как они таковыми станут. То есть после конкурсного отбора, который в Киевской области проведен еще не был, да и в большинстве субъектов Российской Федерации, этот платеж должен быть включен в тариф, и организации его собирают с населения, а затем, собственно говоря, платят деньги в федеральный бюджет. И эта позиция год назад была в официальном письме Росприводнадзора, которое было разослано по всем территориям, была подтверждена. То есть ребята, в тариф не закладываем, деньги не собираем, ничего не перечисляем, платить будем тогда, когда вы станете или не станете рекоператором. Не включили, не собрали. В феврале этого года выходит новое письмо Росприводнадзора. Примечательно, в нем последняя фраза. А предыдущую правовую позицию просьба убрать с сайтов региональных органов Росприводнадзора. С точки зрения, наоборот, сделали. То есть в итоге выясняется, что надо было включать, надо было собирать, и никого не волнует, что не включили и не собрали. Поэтому я на сегодняшний момент выслушиваю просьбы достучаться до Москвы со стороны огромного количества субъектов предпринимательской деятельности, которые в этой сфере работают. Неважно, это ТСЖ, которая работает с отходами, это маленькая компания, у которой даже полигона нет, которая занимается сбором и вывозом, и крупная компания тоже там спецавтохозяйства. Для понимания, в силу того, что в тариф не было заложено, значит, это за счет хозяйственных субъектов будет взыскано. Примерный объем этих платежей за 2016-2017 год в Кировской области составит полмиллиарда рублей. — Просто взять, достать из кармана и выложить. — Просто взять, достать. Ну, в силу того, что в тарифе не было, значит, никто не заплатил. Не волнует. Уже состоялось первое судебное решение в городе Налинске почти две недели назад. По, собственно говоря, там вышла прокуратура, опираясь на позицию Росприроднадзора, вот эту вот новую. И там собственник полигона говорит, мне теперь что там, у меня нет таких денег, мне проще закрыться. Аналогичное письмо с призывом как-то отреагировать на эту ситуацию поступило и на губернатора области, и поступило на имя представителя законодательного собрания. Я сейчас с этим письмом работаю. Ситуация реально страшная. Потому что, грубо говоря, первая очередь осенцов стоит порядка 100 миллионов рублей. О каком строительстве мы вообще можем вести речь, если сейчас компании, там конкретно САХа, собираются взыскать порядка, ну плюс-минус 300 миллионов рублей. Все, до свидания, тушим свет, закрываем двери и больше не занимаемся этим бизнесом. О каком создании новой системы обращения с отходами в стране можно говорить? Я общался, кстати, со специалистами Росприроднадзора. Они озабоченность высказывают, но у них же ведомственный документ. Я говорю, а что в других субъектах происходит? Они говорят, пишут обращение президенту Российской Федерации с просьбой разрешить эту ситуацию. Решений может быть несколько. То есть, во-первых, это внесение изменений в законодательство, которые конкретизируют эти положения. Одно решение предлагает Минприроды. Оно признает этот платеж, но предлагает отсрочку сделать. Ну какая разница, заплатите вы эти 300 миллионов рублей в 2019 году или в 2017? То есть это просто смерть рынка. Она просто будет отсрочена на иной период. Поэтому я вчера уже написал на федеральное руководство Народного фронта аналитическую записку по ситуации. Будем выходить на наших депутатов в Госдуме, будем выходить на Росприроднадзор, будет точно совещание проводиться в правительстве области, потому что иначе мы захороним то, что еще не создано. Таких денег в области и в отрасли просто нет. Просто нет. И поэтому, когда руководитель спецавтохозяйства говорит о том, что ситуация должна найти решение после выборов, он как раз об этой ситуации говорит. Потому что... Ситуация с осинцами. Это ситуация вообще с рынком ТБО. А получается, что вообще с рынком ТБО. Вообще с рынком ТБО. То есть это ударит... Ну, грубо говоря, ТСЖ получит штраф в 50 тысяч рублей. Мы понимаем, что эти деньги не собрать. Крупный игрок на рынке получит штраф в размере своих инвестиций на 5 лет планируемых. О каком строительстве мы вообще ведем речь? То есть это определенная несогласованность федеральных структур, которая приводит к таким непродуманным, на мой взгляд, решениям. И вот сейчас, поверьте, не до осинцев. Никому. То есть надо понимать, что этот штраф, он как таковым штрафом не является. Это просто принятое решение о взимании денег. И все. Это некий платеж, который не собирался, но который заплатить надо. При всем при этом люди же почему его не платили? Да потому что было письмо, на основании которого они не подали в РСТ при формировании тарифа сведения об... И не должны были. Просто тариф на понимание за куб был бы не десятки рублей, как сегодня, а больше сотни. С прошлого года мы бы это почувствовали. Вот такие вот чудеса. И что с этим делать? Это реально уровень федерального реагирования. То есть занимаемся бьемом всех колокола. Вот так. То есть нельзя сказать, там, знаете, говорят, да почему мы строим полигоны? Да надо привлечь нам мусоросжигающий, мусороператорующий завод построить. Вот я объяснил, почему это невозможно в существующей сфере. Это такие бешеные деньги, которые в разы перекрывают инвестиции. То есть ты вначале там заплати, а уже потом там строй. И потом все эти непоследовательные решения, которые просто гробят бизнес на корню. К сожалению, да. Роман Титов, его особое мнение сегодня мы выслушиваем. Давайте перекинемся на другую тему. Вопрос кадров остро стоит сейчас, как нам кажется. Потому что вот и сегодня в дневном развороте эксперты рабочей группы по контролям за ремонтом дорог сетовали, что уровень компетенции сотрудников городской администрации оставляет желать лучшего, очевидно. Сам господин Менькин, когда сюда приходил в первые свои разы, говорил, что то же самое. Говорил, что, судя по всему, все-таки компетенция не очень высока у большого количества сотрудников. Не знаю, что думает по этому поводу господин Перескоков. Однако, когда мы обсуждали с нашими слушателями вопрос, каким должен быть мэр города, глава города, они про компетенции хозяйственные, конечно, говорили и ставили их на первое место. Но в том числе говорили, что еще человек должен быть с совестью, ответственной, имея в виду какой-то, видимо, намек на коррупционную составляющую работы некоторых чиновников. Но вот в ближайшее время будет проведен конкурс на место главы администрации города Кирова, просто в силу того, что истекает срок полномочий. Конкурс, как мы знаем, открытый, и любой человек может попробовать побороться за это место. Но когда ты эту фразу говоришь, кажется, это удивительным. Потому что мы давно привыкли, что людей как бы назначают, как бы конкурса не бывает. А как вы думаете, Роман, настанут такие времена, когда за место это люди будут реально бороться? — Слушайте, ну и в прошлый раз, когда был конкурс на пост главы администрации, в нем принимал участие не единственный участник, принимал участие и мой товарищ, теперь уже по ЗАГС Собранию, Федор Киселев, депутат ЗАГС Собрания, недавно избравшийся в прошлом году по кировскому, там, одному избирательному курову. Я с ним потом говорил, Федь, ты говорил, сам или попросили? А он говорит, сам. Я захотел, я поучаствовал, я получил бесценный жизненный опыт. Хоть и проиграл. Но проиграть Перескоков — это хороший проигрыш на самом деле. Поэтому хотелось бы, чтобы процедура была открытая, просто и будет, наверное, такой, потому что это установка, в том числе и нового руководства администрации президента, на открытую легитимность. Но вопрос в том, много ли найдется людей, готовых пожертвовать здоровью, временем и многим-многим другим, для того, чтобы на этом месте работать. Вот честно скажу, мне бы предложили, не пошел бы никогда. Посмотрим. То есть процедура открытая, но пока, вот объективно скажу, знаете, когда Александр Викторович конкурс в свое время выиграл, в этой студии меня спросили, а как вы к этому относитесь? Я говорю, ну, время покажет, посмотрим. Я могу сказать, что, на мой взгляд, время показало. Перескоков меня удивил тем, что он человек, который всю жизнь занимался внутренней политикой в Кировской области, курировал там это направление, что перейдя на чисто хозяйственную работу, он не потерялся. У него тоже стоит этот кадровый вопрос, потому что мы все свидетели того, как в СМИ появляются публикации о разносах, которые Перескоков устраивает, и не всегда после этих разносов происходят некие действия. Потому что есть люди, которые не хотят работать, есть люди, которые не могут работать. Вопрос ведь в том, что как этих людей мотивировать, чтобы они туда пришли честно и совестью и работали в этой городской администрации. Похоже, не на всех уровнях такие люди есть. Но пока я не вижу серьезной альтернативы Александру Викторовичу. Возможно, меня удивит какая-то персоналия, которая на этот конкурс заявится. Это же грустно. Это грустно, что нет альтернатив? Или это нормально? Это объективно. То есть это неплохо, нехорошо. То есть это желание людей. Но должен быть масштаб личности определенный. Но будет здорово, если такие личности появятся. Но при этом надо сказать, что все-таки Александр Викторович не по собственной инициативе пошел на эту должность, а все-таки его туда отправили. Ничего не могу сказать по этому поводу. То есть я понимаю так, что вы оцениваете деятельность Перескокова на посту главы администрации города положительно? В условиях того бюджета, который есть, мне кажется, он делает очень-очень много. Пытаясь выжать из этого худого бюджета максимум средств на изменение города. И плюс, смотрите, пошли процессы. Ведь раньше общественная никогда не участвовала в управлении, в принятии решений по городскому хозяйству. Дорожные дела, экологические дела, парковые дела. То есть это все, в том числе, благодаря общественности происходит. Там этот голос услышан. Слава тебе, Господи. То есть Александру Викторовичу стоит претендовать на следующий срок? Стоит, вы считаете, выставлять свою кандидатуру на конкурс? Ну, это его решение. Я, честно говоря, с ним эту тему не обсуждал. Ну, судя по тому, что вы говорите, что альтернатив особо вы не видите. Я не вижу. Наверное, да. А что касается городской думы. Как вам понравилось заявление Василия Сураева «Я готов возглавить город»? Меня удивила сама постановка вопроса. Потому что у нас мы видим избирательные плакаты, на которых написано «Глава будущей». Вообще мы главу-то не выбираем на этих выборах. Кстати, к сожалению или к счастью мы не выбираем на прямую главу города? Я считаю, что к счастью. Почему? Потому что я сторонник того, чтобы законодательство не перетрясалось бесконечно. Сторонник того, чтобы законодательство работало, дало возможность поработать на определенном промежутке времени без серьезных изменений. То есть отказались от прямых выборов. Я там чего-то особых-то протестов по этому поводу не слышу. У нас вообще народ не протестует особо. Но вот он высказывается здесь, в этой студии. Ну вот простец, он же протестует, потому что реально волнует ситуацию. Потому что это вопрос жизни и смерти. А у нас народ аполитичный, поэтому он высказывается, когда звонит по телефону. А здесь по телефону наши слушатели в голосованиях хотят прямые выборы. Смотрите, схема, она фактически параллелится по всей Российской Федерации. То есть в Государственную Думу мы выбираем депутатов. Депутаты выбирают из своего состава председателя и заместителей. Областное ЗАГС Собрание тоже выбирается председатель, заместитель из числа депутатов. Городская Дума тоже самое. То есть это абсолютно прямая проекция. А вот глава города, который считает административные полномочия, он выбирается по конкурсу. Кем? Опять не народом. Депутатами городской Думы, которых избрали и изберут избирателей. То есть депутаты выбирают одного, и депутаты выбирают другого. Депутаты по конкурсу выбирают второго. Ну так вот. Вернемся к заявлению Сураева. То есть, во-первых, меня удивила эта позиция в силу того, что она как-то не соответствует законодательству немножечко. Во-вторых, я, честно говоря, затрудняюсь мотивы Василия Куприяновича оценить. Ну, то есть он руководитель одного из крупнейших предприятий Кировской области. С серьезным, можно ознакомиться на сайте ЗАГС Собрания, годовым доходом. Переходить на должность, равную доходу юриста в Кировском молочном комбинате. Зачем? Раз. Первый вопрос. Второй. На кого оставить то хозяйство? Потому что, принимая полномочия главы города, человек должен, собственно говоря, отказаться, передать акции в доверительное управление, сложить себе полномочия и не имеет права вообще принимать никакого участия в управлении предприятием. Что будет с Кировским молочным комбинатом, если гипотетически Василий Куприянович станет главой города? Нет. Но вообще, мне кажется, это заявление чисто политическое, связанное с тем, что, я оговорюсь, это мое личное оценочное суждение, «Справедливая Россия», кроме Василия Куприяновича Сураева, нечего предъявить на этих выборах. Более того, «Справедливая Россия» предъявляет в качестве единственного, как-то сказать, ключевой фигуры человека, который не является ни членом партии, ни членом руководящих органов регионального отделения. На сайте специально сверился. Это политика. Этим методом в свое время пользовался Доронин, когда были предыдущие выборы в городскую думу. Сейчас идет там проекция. То есть партия, видимо, как-то сильно похвалиться нечем, поэтому вот у нас есть Василий Куприянович, и вот это наша главная избирательная программа. Я считаю, это исключительно политической технологией. Дальше важно понимать, что после 10 сентября у Василия Куприяновича возникнет ситуация непростого выбора. То есть для того, чтобы принять полномочия депутата городской думы, он должен сложить депутатские полномочия в законодательном собрании без права их принять вновь. А дальше то ли выберут, то ли не выберут. Как говорится, 50 на 50. Пойдет он на этот выбор? Не знаю. То есть это серьезное решение. Здесь в этой студии он заявлял, что он пойдет до конца. Я также с пристрастием допрашивала его на предмет серьезности его заявлений, почему он это делает. Мне показалось, что в своем интервью он достаточно обосновал свою позицию. Он идет не за зарплатой, что Вас удивило, Роман. Он идет за тем, что ему кажется, что необходимо менять всю структуру работы и городской администрации, и городской думы. Я поясню чуть-чуть свое мнение. Я не про зарплату говорю, а я говорю про то, что в рамках законодательства влиять на хозяйственную деятельность предприятия, которое на сегодня им выкормлено, создано, выпиставлено, он просто не сможет. И это вопрос тяжелого управленческого выбора. Это не вопрос чисто дохода. Если еще раз придет в эту студию, задам ему вопрос. Я припоминаю, когда он рассказывал о своем предприятии в программе «Разворот на бизнес», он рассказывал, что полномочия, это было два года назад, он постепенно передается своим детям. Но мы уточним этот вопрос. А у меня все равно был следующий вопрос, потому что многим понравилось это прямое заявление, и многие ожидают от других кандидатов в депутаты каких-то более-менее понятных заявлений. Вот не я просто иду от партии, я солдат партии, партия скажет, и тогда я буду. А я лично, Иван Иванович, Екатерина Андреевна и так далее, готов вот такую ответственность на себя принять. Вы бы хотели, чтобы и другие кандидаты, яркие достаточно, которые идут, неважно от какой партии на самом деле, сказали, я хочу быть мэром, я готов стать мэром, и вот так я вижу развитие нашего города. Я думаю, что этот этап, ну, чтобы людей не обманывать, он должен пройти, собственно говоря, между окончанием выборов и избранием главы города. То есть после 10 сентября? После 10 сентября. Только тогда заявляться своими амбициями? Там все нет лукавства определенное. То есть вы идете в депутаты, вы вначале изберитесь, чего тут рассказывать про то, как мы хорошо живем при новом главе города. Потом расскажете, вы вначале изберитесь. То есть мне кажется, тот факт, что многие статусные депутаты, кандидаты, точнее, в депутаты, которые идут в городскую думу, не говорят ничего об этом, это, ну, правильно. Я в ужасе, мы пропустили рекламу, заговорились о прямых выборах мэра, это очень важно. Что я могу сказать? Роман Титов говорит, что прямые выборы мэра сейчас не своевременное решение, не нужно их возвращать. И заявление о том, что я хочу быть мэром, я готов принять на себя ответственность от кандидатов в депутаты, которые сейчас идут на городские выборы, тоже некоторые лукавства. Прервемся на две минуты рекламы. Продолжается программа «Особое мнение». Здесь у микрофона Светлана Занько, а напротив меня Роман Титов, и это его особое мнение, сегодня вы выслушаете. У нас остается не так много времени. Хочется общий взгляд на течение выборной кампании. Мы имеем в виду выборы в городскую думу. Ну, во-первых, я на сегодняшний момент вижу только одну активную избирательную кампанию по выборам в городскую думу. Это мы говорим не о плакатах. То есть это фоновое информационное сопровождение избирательной кампании. Это отдельный вид деятельности кампании. Это работа с людьми, с избирателями. Вот, на мой взгляд, это беспристрастно абсолютно. То есть я вижу, что на сегодняшний момент во дворах с людьми работает фактически только Единая Россия. Ну, реально. То есть проводятся дворовые встречи. Кстати, интересно, на эти дворовые встречи даже начали приходить кандидаты от оппозиционных партий. Мне вчера один товарищ рассказал, что на его дворовую встречу пришел Владимир Журавлев, к примеру, который по этому же округу избирается. Но всем при этом получился хороший, кстати, конструктивный разговор, то есть без войнушки. Меня удивляет пассивность. А Журавлев разве не от Единой России идет? От Справедливой идет. Да? Да. То есть это на прошлом созыве была Единая Россия. И это традиционно для Справедливой России, что там есть люди, которые раньше были в Единой России и в других политических партиях. Активных дворовых компаний нет. Баннеры не в счет. И, конечно, интересные вещи происходят фоново. Большая часть людей, наверное, за этим не следит. Происходят в избирательных комиссиях. Потому что, ну, вот я знаю, что вас порой там это напрягает, но я реально считаю одним из главных событий избирательной компании появление там нового Антона Далгих, грубо говоря. То есть нового в каком плане? Вы конкретную персональю имеете Антона Далгиха? Антона Далгиха? Да. Это человек, который переформатировался. И он теперь, ну, это моя позиция, он работает санитаром леса. Потому что идут... А раньше кем он работал? Раз он переформатировался. Раньше он воевал в конкретной колонии, а сегодня он работает в целом на оздоровление компании. Это позитивно, потому что и найдено нарушение в, собственно говоря, в избирательных документах целого ряда избирательных объединений, не только там КПРФ. Чего раньше не было. Это работает, на самом деле, в плюсах на оздоровление в целом политической конкуренции. Потому что люди привыкли, можно принести кипу документов, там сдать. А вот как не зарегистрируют, вот в этом году не проходит ни у кого. Но в целом отсутствие городской кампании стороны оппозиционной партии меня, правда, удивляет. То есть, ребята, вы как собираетесь выигрывать выборы? То есть, что есть на сегодняшний момент? Есть ЛДПР, у которого главный лозунг ЛДПР. Ну, вот плакаты по городу висят. Значит, во главе Жириновской Черкасов там вряд ли кто-то пойдет работать в городскую думу. Кто там третий, я даже что-то не припомню. Там есть коммунисты России, которые тоже не ведут пока активные кампании. Есть справедливая Россия, у которой, как мы уже говорили, есть Василий Куприянович. И это их главная программа. И кто там еще у нас остался? Да и, пожалуй, все. Партия Родина вот сегодня была у нас тут. Партия Родина, по-моему, не была допущена до участия в выборах. Это раз наоборот. Партия Родина в ЦИКе доказала, что были неправильно приняты решения. Один кандидат. Да, но тем не менее. Вот вы говорите, что... А это еще то, что меня удивило. Почему? При, собственно говоря, очевидной необходимости избирательные объединения готовят такие ужасные документы, которые они потом пытаются подать в избирательные комиссии, а потом пытаются оспорить это пикетами, судами, заседаниями. Слушайте, такое ощущение, что у нас вот с прошлых выборов все электоральные юристы из Кировской области исчезли. Но это же профильный вид деятельности, собственно говоря. Вот я не могу никак понять, Роман. Я таких кошмарных документов не видел. Роман, я никак не могу понять, что сейчас вот происходит. Вы расстроены, что оппозиционные партии так слабо представляют свою позицию? Как зритель я категорически этим расстроен. Или вы счастливы, что Единая Россия такая крутая партия и такие крутые у нее кандидаты? Я расстроен как зритель. Я не участвую в организации проведения этой избирательной кампании. Никоим образом. То есть я сторонний наблюдатель. И я ждал интересных событий. Однако интересных событий, сюрпризов, удивлений каких-то нет. Но Сураев хотя бы заявление сделал. А со стороны других кандидатов вообще никаких нет заявлений? Все остальное, у меня такое ощущение, что многие либо не хотят выиграть, боятся выиграть, это же работать придется, либо я уже ничего не понимаю. Ну вот кроме шуток. Мне хотелось бы видеть активная кампания, хотелось бы видеть активная конкуренция программ, о чем мы говорим. То есть либо предъявите то, что вы сделали в предыдущие годы, либо расскажите о том, что вы сделаете в будущие годы. Ну, чтобы потом можно было спросить. Но нет уже этого. Ну, может быть, я не вижу, заблуждаясь, и вы мне подскажете, какие-то программные заявления со стороны оппозиционных партий. Не могу привести ни одного. Да я заявлений со стороны «Единой России» никаких оригинальных не вижу, честно вам скажу. Ну, здесь компания просто построена... Все очень стандартно. По-моему, все поют одну песню, разве нет? Если уж вы меня спрашиваете. Не в моем особом мнении. «Единая Россия» в этом году использует ту же технологию, которая показала эффект в прошлом году на выборах в ОЗС. Это отказ от большой крупной медийной кампании, а работа именно с избирателем во дворах. Но это реально получилось, потому что почти все мандаты, кроме мандата Василия Куприяновича, Сураева, они были взяты во дворах. По одномандатным округам имеется в виду. И в этом плане я понимаю, я просто был на дворовых встречах, я вижу, о чем люди говорят. Они говорят о решении конкретных проблем, конкретных микрорайонов, то есть без каких-то этих лозунгов. Это правильно. Вообще, мне кажется, все идет к тому, что через определенное время у нас политики на выборах в городскую думу станет меньше. И это правильно. Потому что политика, мне кажется, должна начинаться с уровня ЗАГС-собрания, где принимаются системные некие решения в городе. Все переживают за одно. За состояние дворовых территорий, за дороги, за городское хозяйство. Там этой политики, делению по признаку партийной претендженности точно не место. Вот это моя позиция выверенная, принципиальная, как-то годами выстроенная. И это Роман Титов, его «Особое мнение» сегодня звучало в эфире нашей радиостанции. Я вас благодарю. Спасибо. Всем хорошего дня.